Добро пожаловать в инфосферу! Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Один день». Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. До встреч с тобой! Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной остановки до её дома. Она знает, что ей очень нравится работа в кафе, и что, скорее всего, она не любит своего бейфренда Патрика. Но Лу не знает, что вот-вот потеряет свою работу, и что в ближайшем будущем ей понадобятся все силы, чтобы преодолеть свалившиеся на её проблемы. Уилл Трейнер знает, что сбивший его мотоциклист отнял у него желание жить, и он точно знает, что надо сделать, чтобы положить конец всему этому. Но он не знает, что Лу скоро ворвётся в его мир буйством красок, и они оба не знают, что навсегда изменят жизнь друг друга. Иллюзия любви. Южная провинция Франции переживает тяжёлые послевоенные годы. В это время Габриэла ищет покоя в мечтах о настоящей любви, но окружающие считают одержимость такой идеи неприличной и даже безумной. Бород Монстров. Десять историй, объединённые одной общей темой Хэллоуина, переплетаются вместе в американском пригороде, где упыри, черти, пришельцы и убийцы с топором появляются только в течение одной ночи, чтобы терроризировать ничего не подозревающих жителей. С любовью, Рози. 2014 года. Рози и Алекс были лучшими друзьями с детства, и теперь, по окончании школы, собираются вместе продолжить учёбу в университете. Однако в их судьбах происходит резкий поворот, когда после ночи со звездой школы, Рози узнаёт, что у неё будет ребёнок. Невзирая на то, что обстоятельства и жизненные ситуации разлучают героев, они и спустя годы продолжают помнить друг о друге и о том чувстве, что соединило их в юности. Красавица и чудовище. 2014 года. Дочь купца, смелая и отважная Белль, отправляется в замок чудовища, чтобы спасти жизнь своего отца. Очутившись в замке, Белль попадает в потусторонний мир волшебства, фантастических приключений и загадочной меланхолии. Оказывается, что наводнившая ужас на всю округу чудовища очень несчастна, а в его груди бьётся доброе сердце. Белль всё больше проникается симпатией к своему ужасному господину. Благодаря пылкому сердцу и храбрости она преодолевает все опасности, чтобы снять зловещие чары с чудовища. Но это произойдёт, только если его сможет полюбить прекрасная девушка. Клятва. 2012 год. Во время медового месяца Пейдж и Лео попадают в автокатастрофу. Пока Жена находится в коме, Лео не отходит от её кровати ни на час. Но возвращение девушки к жизни омрачено потерей памяти. Она не узнаёт любимого и не помнит об их романе. И тогда Лео решает заново завоевать сердце Пейдж. Как сумасшедший. Рассказ пойдёт о студентах, которые влюбились друг в друга. Но судьба их разводит на многие годы, пока драматические события вновь не воссоединяют их сердца. Американский юг. На дворе 1960-е годы. Скитер только-только закончил университет и возвращается домой. В сонный городок Джексон, где никогда ничего не происходит. Она мечтает стать писательницей, вырваться в большой мир. Но для приличной девушки с юга не пристало тешиться столь глупыми иллюзиями. Приличной девушке следует выйти замуж и хлопотать по дому. Мудрая Эйбелин на 30 лет старше Скитера. Она прислуживает в домах белых всю свою жизнь. Выненчила 17 детей. И давно уже ничего не ждёт от жизни. Ибо сердце её разбито после смерти единственного сына. Минни – самая лучшая стряпуха во всём Джексоне. А ещё она самая дерзкая служанка в городе. И острый язык не раз уже составил ей плохую службу. На одном месте Минни никогда подолгу не задерживается. Но с Минни лучше не связываться даже с самым высокомерным белым дамочком. Двух чёрных служанок и белую неопытную девушку объединяет одно – обострённое чувство справедливости и желание хоть как-то изменить порядок вещей. Смогут ли эти трое противостоять целому миру? Сумеют ли они выжить в этой борьбе? Помни меня. 2010 года. Тайлер – беспечный студент, который никак не может найти общий язык с окружающим миром. Он подавлен смертью старшего брата. Отцу, как прочему матери, с отчевом, нет до него никакого дела. К счастью, у него есть друг Эйден. Однажды парни случайно ввязываются в уличную драку. Любовь и другие лекарства. 2010 года. Девушка широких взглядов Мэгги встречает мужчину своей мечты в лице обаятельного продавца Виагры – Джейми. Они начинают лёгкую интрижку, но оказывается, что надвигающаяся трагедия переворачивает их жизни. Но между Мэгги и Джейми существует особая химия. Они находятся под влиянием абсолютного наркотика по имени Любовь. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok